Первым вопросом повестки дня стал проект решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. Среди перечисленных изменений прозвучал пункт 27, в котором речь шла об утверждении генерального плана города-курорта, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство. О выполнении годового плана контрольно-счетного управления Анапы за прошлый год отчитался его начальник Александр Грибанов. Проведено 17 проверок соблюдения бюджетного законодательства. Так, в Управлении капитального строительства проверено использование бюджетных средств, выделенных на газификацию сельских округов. В Управлении здравоохранения была осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности родильного дома. В Управлении культуры проверена обоснованность расчетов за выполненные работы по ремонту джигинской клубной системы. В этом году в Анапе начнутся серьезные работы по развитию коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения. Предусматриваемый общий объем инвестиций составляет 1 миллиард 82 миллиона рублей. Об утверждении инвестиционной программы предприятия «Коммунальная энергосервисная компания» по развитию коммунальной системы на 2013-2015 годы должил заместитель главы курорта Алексей Харитонов. Это строительство напорных и самотечных коллекторов протяженностью 37 километров по Пионерскому проспекту, по улице Мирной, строительство очистных сооружений по улице Мирной производительностью 20 тысяч кубометров в сутки и строительство шести канализационно-наборных станций. Один из не менее важных вопросов – проект решения об утверждении перечня земельных участков, государственная собственность на которой неразграниченная, или которая находится в муниципальной собственности, предназначенных для предоставления в аренду многодетным семьям. Из перечня будут исключены свободные земельные участки в связи с их предоставлением многодетным. В станицах Гостогаевская и Анапская, в хуторах Уташ и Красный Курган, в селе Джигинка, в поселке Виноградном. Поступило 761 заявление, 401 одной семье предоставлено, 360 стоит в очереди. В настоящее время мы также изыскали земельные участки, в которые подготовительные работы ведутся. На следующую сессию мы еще дополним, вынесем проект решения по дополнению. То есть до конца года мы планируем предоставить всем нуждающимся, всем обратившимся за земельными участками. Все проекты решений в ходе сессии депутатами были приняты единогласно.